всем привет сейчас раннее утро 6 начала седьмого по турецкому времени у меня такой сиплый голос я встала недавно буквально умылась туда-сюда и решила снять немножко видео перед отъездом поговорить о своих впечатлениях о каких-то в общем высказать свои какие-то ну не знаю мысли поделиться ими выпить чашечку кофе пройтись с вами по территории возможно и уже потом в номер будить своих чемоданы в принципе я собрала вчера уже но осталось тогда поверху что-то собрать вот девчонки расскажу сейчас спустимся вниз такой бар он круглосуточно работает если не ошибаюсь геннайден ты только официально билирме он урон утром вот так это шокер посижу здесь пять минут с вами девчонки покурю ой моросит какой кайф чуть моросит вот это прелесть вот так вот там вот аквапарк признаться девочки за неделю пребывания здесь я в аквапарке не было почему потому что не знаю мне не захотелось ой все это шумит жужжит не захотелось а марияша плавать и не умеет пока да еще вот и там бассейн достаточно глубокий чтобы она не испугалась потому что мурат пошел юсифа сын джамкин сын он пошел и ну как бы съехал испугался очень сильно потом туда близко даже ни на огонь не подходил девочки давайте с вами чуть-чуть поболтаем что я хочу сказать о турции о кемере в общем и о нашем отеле в частности о своих ощущениях честно скажу я нигде так не уставала как здесь я в очередной раз поняла для себя уже окончательно раньше как-то ну не были какие-то догадки но вот раз я поняла что турция все-таки это не моя страна в плане энергетики на как вампир из меня все сосет девчонки к вечеру я вам передать не могу был только один вечер когда я допоздна засиделась вот а так вечером с моряши в девять вот так вот спать шли были дни когда я уже знаете хотела ждала когда мне моряши сказать что мама спать идем ей сама моряш может спать пойдем может спать пойдем я так здесь выматывалась я не могу передать чем это связано то ли на солнце целый день воды то ли что но я замечу что наши тоже до целый день воды на солнце но как-то их это дело не затрагивало они вот тусили себе до четырех утра до пяти утра а я нет здесь конечно хорошо я хочу все таки мужа моему сказать вот так вот да хотя он эти видео мы и смотрят но все равно спасибо огромное конечно за такую возможность за эту поездку это смена обстановке это впечатление новое мышка вообще да мышка вообще счастлива как жалко что отпуск заканчивается на как жалко как жалко вот но я хочу домой вот признаюсь если из турции меня метло не выгоня из турции из грузии меня метло не выгоня что отсюда я сама прям горю желанием быстрее дома очутиться вот не поверьте девчонки все здорово скажешь что что-то плохо что-то не понравилось были какие-то рабочие моменты связанные с ключом сейчас я вам расскажу я не знаю что у них здесь история у них ключ вот этот магнитный постоянно заедал постоянно для индики первые три дня первые три дня мы намучились с этим ключом как могли они постоянно нам его размагничивали перемагничивали не за как это назвать последний вечер помню там очень цирк приехал нет видена не буду ставить там совсем чуть-чуть в общем приехал как бы труппа такая небольшая монгольский цирк мы с марияши начали смотреть сидели в ампите в амфитеатре всей семьей и вдруг вдруг ты таки маряша устала на год мам я спать хочу ну идем спать еще лучше в общем и она уже стала капризничать уже было достаточно поздно делите не поздно еще 10 не было ну в общем да и мы поднялись опять в очередной раз номер и у меня опять двери не открылось мышка уже стала плакать я как записилась и тут остапа понесло девчонки я вам скажу так я вот говорил это ну как бы повторюсь я достаточно мирный человек смысле никогда не трогаешь я сама первая никогда в жизни кого не трогаю но есть моменты когда все если меня клинит меня клинит очень плохо и это был тот случай когда меня переклинило вы не поверите девочки но я устроила такой там разгоняя и этот пришел в общем служащий какой-то ежда спускаться не стал дорогу мерить я сверху на первом этаже вообще сверху я позвала потому что опять смотришь идти к лифту с лифта она плачет в общем этот пришел открыл мне дверь своим ключом с моим опять какие-то там манипуляции произвел и мне год что давайте мы вас переселим я на него смотрю и про себя думаю вот ты нормальный время какое во-первых во-вторых мне ребенок плачет спать хочет я говорю я на него смотри потом ягу ладно ягу хорошо его перестелять его с одним условием все мои вещи ты будешь собирать я сейчас пойду в номер с ребенком она будет спать а ты будешь собирать мои вещи все мои чемоданы будешь переносить ты согласен и такие условия он у меня глаза вылупил я бы что ты смотришь его я замучилась каждый день каждый божий день я не могу с первого раза попасть свой номер это пять звезд в общем наехала на них по полной программе он гтд мы вас завтра теперь завтра нас тур в общем вы с ним договорились в итоге что если еще раз дверь не откроется давайте пока пойдем прогуляемся он коктейли делает потом уже как он придем кофе попьем я поднимусь в номер на в общем ягу завтра у нас тур давайте тогда так в общем если еще раз заклинит номер то мы в общем вас переселим яска хорошо только с тем условием что мои вещи будешь собирать ты в общем вот так а так в основном в основном в остальном все нормально кондиционер работает номер правда небольшой ну такой все условия как бы есть принципе мы приехали сюда не в номере сидеть да а как бы отдыхать поэтому таких особых прям нареканий помимо вот этого этой истории с ключом не было ничего сказать лучше не могу плохого но признаюсь я вот больше например в этот отель я бы не приехала знаете когда платишь не маленькие деньги за пять звезд как бы хочется что все было идеально по крайней мере вот этот ключ но достаточно неприятно когда ты идешь устала или с бассейна или еще откуда-то и потом ты вынуждена опять спускаться разбираться с этим ключом ну как то не очень хочется вот честно я не придираюсь девчонки честно не придираюсь я достаточно такой человек терпимый на какие-то вещи я не обращаю внимание то что марияша из-за этого приходилось терпеть неудобства и мне приходилось терпеть неудобства не такие вещи не нравятся вот теперь о плюсах территория здоровская бассейн огромный здоровский причем бассейнов несколько вот в этом плане конечно отлично вот так вот как хорошо боже мой я первый раз так рано одна на улице наши спят сейчас пойдем немножко так прогуляемся такие вилочки 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 да пойдем немножко прогуляемся с вами там я уже выпью свой кофе поднимусь в номер выспалась достаточно хорошо это лиандр цветет принципе мы рано вчера легли тебя тоже было представление приехала танцевальная группа вот тоже мы сели только смотреть муж как мама может спать пойдем пойдем спать его не пойдем было очень ну так здесь корт вот такая конструкция хорошо как еще не так жарко но жара все равно защищается в общем идем с вами смотрим что здесь есть чего нет если честно я с вами в этой части отеля тоже первый раз мы здесь как-то особо не прогуливались потому что моряши нужен был бассейн это все что ей было нужно ой девчонки какая русалка растет у нас это вообще нечто просто она из воды не вылазила я не знаю как ее из воды вынимала всякими посулами вечерком еще более-менее как-то можно было и а так девочки касаемо отеля я вам расскажу такую историю то что нам рассказали этот отель был по-другому как-то он звался сейчас я не вспомню ну короче вот что то тут было совсем все плохо последнее время этот отель выкупил азербайджанец как нам сказали ну это так информация конечно достоверно но это нам уже тут в общем этот отель выкупил наш земляк какой-то и сейчас он его приводит надлежащий вид конечно на его месте я бы все сначала сделала потом уже принимала гостей но сами понимаете денежка нужна и поэтому смотрите видите еще такие моменты еще которые не доделаны вилы некоторые вообще он ремонтируется стоят пустые вот все таки наверное надо было это все закончите уже на будущий сезон открыть отель как полагается здесь конечно он поторопился немного ну что уж скажешь хозяин барин вот в принципе со временем я думаю что когда все вы такие работы будут закончены достаточно будет приятным местом сейчас просто пока есть какие-то такие знаете не очень вот смотрите какая рыцарь надо на тропинке гостей очень много мы когда приехали было еще не такое количество народа он как мне здесь пройти так здесь я не пройду и пойдем так да было не такое количество народа с каждым днем народ прибывает элементарно вчера приехала огромная группа арабов огромная просто весь холл отеля бы ими заполнен ой как неудобно здесь идти давайте вот так постараемся выйти куда-нибудь уже на территории сама хорошая здесь конечно приложить руку а вот оказывается здесь еще один бассейн куку глубокие я даже его не видела но он пустой ну глубокие девочки те бассейны что вот но сейчас а он там еще бассейн перед виллы расположен интересно так море 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 так надо здесь как-то по газонам не ходить так пойдем по тропинке как белые люди растительность очень красивая осень такие всякие пальмочки симпатичные малюсенькие ты елки какие-то ли пихты это что я не знаю такая красота вот инжир интересно здесь инжир еще не спеет но бар наверно был у нас инжир от первые бывает как-то первая партия потом уже опять вот так вот тоже в августе ветерок есть чуть море чуть волнуется вот такие здесь эти беседки платные вот да здесь какие-то такие видно виллы и вот перед ними расположены бассейны типа vip наверное что-то будет но сейчас они не функционируют понятно суду все ясно сейчас я подойду туда к морю чуть-чуть а потом уже пойду пить кофе 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 выпью с утра турецкий кофе пусть он меня взбодрит вот вот это платная здесь даже написано использование домик вот море послушаем чуть-чуть это вот такой душ девочки как море уже спускаться не буду что в песке не замараться принципе средиземное море-море-море ой там какие горы все-таки это вообще классно так такой из гор туман облака спускаются как это показать наверное не получится погода просто прелесть на на солнышке уже подпекает уже печет люди уже купаются и в море в бассейне молодцы клянусь ну здесь знаете как полная зависимость меня от моряши поэтому сегодня просто там или мар в номере спит я уже вышла я знаю что такое время она точно не проснется ой какая киса ты какая красивая ты красивая тебя можно погладить можно тебя погладить ну киси у меня какая зеленоглазка ты посмотри на меня ой она вам ждала только чтобы погладили чего ты чего ой красотка или красотка так девочки давайте здесь уже около бассейна тоже чуть поснимаю мне штатив сломался как мне неудобно ходить с этой селфи палкой она такая неустойчивая болтается как не знаю кто вот это бар там бар вот здесь такой большой бассейн и узнаете как он такой с ответвлениями это цельная конструкция просто на вот так вот такими ручеками идет и здесь знаете глубина какая мне вот где-то по грудь где-то чуть выше вот но плечи закрывает и там уже детская зона сейчас я вам все покажу такие вот эти беседочки виллы здесь такие магазинчики небольшие фотостудия в общем вот так это все ну классно так он извивается идет 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 я хочу отсюда просто подняться же туда я не пойду девчонки единственный момент какой нам здесь всем не нравится какая прелесть какая красота и птички поют здорово не да что здесь для того чтобы попасть какую-то на ту сторону надо короче весь бассейн обходить пару мостиков тут конечно не помешало бы но мы нашли альтернативу надеюсь тоже такого своего рода такая заводь небольшая нам нашли своего рода альтернатива исчезла и покажу и расскажу там детская зона там сейчас как бы так встать ну вот в общем вот эти вот оранжевые воротца так вот отельные в принципе показывал ну в общем и вот так по всему периметру ответе идет вот этот бассейн вот сюда вообще он становится уже мелким мелководье такое здесь уже более такая детская зона вот так странно да еще вчера мы в это время но не в это попозже уже после завтрака приходили сюда я старалась место занять с утра вон там потому что солнышко прям на нас после обеда уже здесь потому что мышка тут в основном купается я скажу в альтернативе не поверите девчонки вот здесь вот здесь самая такая неглубокая часть бассейна вот так вброд переходили если надо на ту сторону отсюда так шлеп вниз чпок 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 пошла 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 хоп и на той стороне а там стоит забыла вам сказать вот эта труба вот видите вот это вот это гриль гриль там каждый вечер в общем и днем и вечером готовится на я думаю что не показался эльмарх не да в общем там готовится всевозможные в общем явства типа кябаба типа люля рыба обязательно в общем рыба здесь конечно вкусная вот и вот мышка в этом бассейне тусила это ее прям место он здоровский такой товарищ идем тоже пить кофе чуть я трынзю трынзю без установки мне кажется это вообще никому не интересно сколько можно разговаривать с тобой раньше а там амфитеатр покажу заодно раз уж мы идем возвращаемся туда в бар вот здесь проходит ой я забыла вам рассказать девчонки быстро скажу посмеюсь значит позавчера здесь был этот как его конкурс мистер отеля девочки сколько я смеялась сколько все смеялись я еще умудрилась жюри попасть мне дали табличку с этим в общем ставить оценки я ухохоталась тут в общем это было что-то невероятное здесь такое каменное здесь вот этот амфитеатр и дают такие сидушки вот когда здесь что-то происходит ай да это была такая комедия что творилось было четыре участника нашим повезло наши были на рыбалке когда записывали конкурсантов в общем нашим удалось отвертеться Вова не ездил на рыбалку но он сказал что слушай она за мной бегала давай участвуй участвуй он подожди подожди в общем значит участник был турок потом был мальчик молодой с Украины потом значит с Македонии был такой мачо мэн и был с Ирана в общем товарищ конкурс был один с пивом они там должны были отжаться через трубочку выпить пиво надуть шарик вот здесь вообще красиво вид какой да вот и это значит иранец это пиво так с трубочки бьет а ведущий как мач харам харам ахмады ниджат ай да это что было запрещено да в смысле с Ирана они в лагоне пьют в общем ахмады ниджат нельзя не пить в общем смеялись до упаду здесь я выставила всем десяточку ребята все старались ну как значит один конкурс мы судили было четыре значит судьи вот потом значит после первого конкурса я поставила всем десятку потому что ребята старались по-любому ну я не знаю я не могу вот так на кого-то выделить все каждый по-своему хорош я считаю да выйти туда на сцену и там вот это вытворять я считаю это тоже достойно как минимум высшего балла на мой взгляд вот и после значит первого конкурса начались какие-то терки кто-то типа кого-то знает кто-то типа кого-то то ли девушка то ли что в общем здесь такой базар вокзал начался как будто корову выигрывают или корову проигрывают что случилось вот забрали значит у нас это право судить мы только судили один конкурс остальные два конкурса судил уже сам ведущий было неприятно потому что действительно это глупо ну что все сидят смеются такая атмосфера праздника такого веселья и вдруг какой-то там этот непонятно кто в общем решил устроить разборки ну и что ж она его девушка там с этим македонцем была связана ну и что ж она его девушка я ничья не девушка я всем десятки поставила и что выходит в смысле все анима и кто чуваки что ли эльмар рядом сидит говорит это что такое представляешь ну как бред какой-то ну в общем ладно хоть один конкурс посудила и то хорошо но было конечно весело вот хохотали как могли уже сил не было смеяться как ни странно а маляша тоже этот конкурс высидела уже потом пошли мы спать вот так девочки все давайте пойдем возьмем кофе может быть еще чем-нибудь поболтаю пару минут ну вот собственно девочки я жду свой кофе в десять за нами приедет машина мы поедем в Анталию и в 13.15 у нас вылет в Баку 2 часа 50 минут 2.50 2.40 вот так где-то рейс длится полет и будем сегодня уже в Баку под вечер у нас сейчас разница у них 13.15 у нас 14.15 под вечер будем в Баку как же хорошо ну солнце уже смотрите как вон ой уже начинает девочки наверное с вами буду прощаться сейчас давайте дождусь пока принесут мой кофеёк хочу черный турецкий просто кофе без сахара без ничего пойду я уже наверх к своим я вот сижу и думаю такая тишина пауза я думаю хочу я домой или не хочу все таки вот даже сейчас учитывая вот такое мое состояние расслабленности такого покоя никто не ходит музыка не гремит а это музыка какое счастье что я умею отключать уши господи спасибо тебе за это на круглосуточно музыка 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 я немножко не могу да и вот я сейчас лежу и думаю в такой тишине в таком покое ну я все равно хочу домой соскучился по дому я хочу в грузии моя следующая поездка такая за пределы азербайджана будет дай бог дай бог дай бог тхалтуба вот так ладно девчонки буду с вами прощаться желаю всем всего самого доброго как обычно пусть лето пройдет так как задумали поездки отдых развлечение веселье все берегите себя и своих близких девочки всем пока